Еще раз разрешите поприветствовать всех участников, спикеров в рамках первой отраслевой конференции «Цифровой Роскосмос». Ну и, конечно, поприветствовать всех на нашей панели, которая называется «Вызовы нового времени. Цифровая трансформация». Меня зовут Безделов Сергей. Я являюсь модератором данной панели. Я являюсь директором Центра компетенции цифровой экономики РЭУ имени Плеханова и являюсь заместителем председателя Совета Торгово-Промышленной Палаты. Совет называется «Финансо-инвестиционной промышленной политики». У нас сегодня будет пять докладчиков. Темы достаточно интересные. Все живые, прикладные. Я, пожалуй, сейчас начну свой доклад. Но перед этим хотел бы вкратце рассказать и поблагодарить организаторов данной отраслевой конференции, руководства Роскосмоса за предоставленную возможность. И, в частности, конечно, огромное спасибо Шадрину Константину Андреевичу, всем людям, которые нам помогали. И мы рады сотрудничеству с Роскосмосом, которое началось у нас уже больше года, именно между и Советом, и Центром компетенции цифровой экономики РЭУ имени Плеханова. За это время мы провели ряд успешных мероприятий. Мы можем похвастаться некими уже законченными проектами. В ноябре 2019 года мы провели обучение в рамках национального проекта «Цифровая экономика. Кадры». И обучили более 60 представителей Роскосмоса по программе «Больших данных», СДО. Мы сделали 4 проекта, поставили на баланс эти 4 проекта, которые мы потихонечку начинаем развивать в силу вот таких акселерационных мероприятий и возможностей и РЭУ, и Роскосмоса. Эти 4 проекта сделали именно представители Роскосмоса, адаптированные в среде Роскосмоса. И я надеюсь, что вот это взаимодействие, сотрудничество и в этих проектах, и акселерационных масштабированиях, оно продолжится. Я думаю, вот в своей вот этой вступительной части уже многие подтянулись. Вот у нас уже 76 участников. Мы начнем сейчас нашу панель, еще минутки две, вот сейчас подождем, я общие вещи какие-то поговорю. Порядок у нас будет таким, будут выступать спикеры, выступающие. Вы задавайте вопросы, дорогие слушатели, и в конце я уже буду обращаться к этим вопросам в чате. И на них будем отвечать. Будем отвечать, я буду распределять, спрашивать у коллег, кто может ответить. Ну и, соответственно, будем потихонечку так идти. Итак, я предлагаю начать. Прошу запустить презентацию. Презентации выступающие будут читать, докладывать по презентациям, которые будут листаться администраторам, потому что, ну, мы же живем уже сейчас в новой реальности, и новая реальность внесла свои новые вызовы, чтобы не допустить всяких безобразий, которые присутствуют иногда в режиме онлайн. Мы презентации запускаем через администратора, а не так, чтобы вот презентации листал сам непосредственно выступающий. Может быть, это не совсем удобно, и мы будем просить администратора листать презентации, но, по крайней мере, это надежнее. По времени мы надеемся закончить в течение часа-двадцати минут, вот так примерно часа, чуть больше. Ну, конечно, все зависит еще от вопросов. Вот, зависит от вопросов, какие вы будете задавать. Итак, моя презентация называется тема моей презентации «Новые вызовы для цифровой экономики». Моя презентация будет такая некая установочная. Всем интересно понимать и знать, в общем-то, какие тренды, что нас ждет, что произошло незаметного, но очень существенно важно значимого вот за эти два-два с половиной месяца. Срок минимальный, но изменения, которые, в общем-то, произошли, они огромны, колоссальны и существенны. Следующий слайд. Во время пандемии многие занимаются спасением бизнеса, которые, конечно, пострадали. Многие бизнесы вообще потеряли 90, а то есть 100 процентов выручки своей. Большая часть компаний сильно очень пострадали именно от пандемии и изоляции. Конечно, многие оказались вот в ситуации снижения выручки и недостатка денег для существования. И очевидно, что пострадал весь офлайн бизнес. Это транспорт, мероприятия какие-то массовые, отели, фитнес-центры, рестораны, бары, строительство, туризм. Любой бизнес, в котором присутствуют физические помещения, физическое взаимодействие. Ну, может быть, кроме магазинов, аптек, больниц. Ну, то есть те бизнесы и предприятия, которые непосредственно сталкиваются с жизнеобеспечением. Не исключением являются, конечно, и диджитал-проекты, у которых есть существенная часть такого офлайна. Ну, например, мобильное приложение, например, по бронированию столько в ресторане. Они, хотя и диджитал-бизнес, но они прикладные и с нелинейным масштабированием. Рестораны под карантином, ну и столики, конечно, заказывать невозможно. Люди, отвечающие за бизнес, ну, анализируют, конечно, текущую ситуацию, сектор, который очень сильно выиграли или пострадали. Следующий слайд. Вот не весь онлайн-бизнес одинаково хорошо себя чувствует во время пандемии. Я это вот и в первом слайде отметил. Но хотя некоторые сектора, конечно, процветают на фоне общего экономического спада. И по большому счету, вот сейчас моя лекция, она установочная, и под собой она подразумевает именно такие формирования, формулирования парадигм будущего. На мой взгляд, если ты вооружен, подготовлен, ну, значит, ты силен. Ты знаешь, на что надеяться и какие тенденции, к чему стремиться. И, безусловно, это помогает именно в общей стратегии. Стратегии общечеловеческой, общей по жизни. И, безусловно, стратегии Роскосмоса, которые, в принципе, вот мы изучили, смотрели, читали, и в которой указано, что требуются определенные проекты, как бы сказать, приземления проектов, акселерационные мероприятия, мультипликационные приземления проектов именно внутри Роскосмоса, которые направлены на диджитализацию, и не случайно наша конференция сегодня называется «Цифровой Роскосмос». Поэтому, конечно, надо понять, как двигаться, куда двигаться. И не все плохо у нас сейчас. И я, если посмотреть, просто, безусловно, это серьезнейший кризис. Но многие отрасли, они, или направления, они, наоборот, выросли. Я не то, что там применительно к стратегии Роскосмоса, а как пример. Посмотрите, как выросла отрасль, например, антисептиков. Предположим. Это если касательно этого слайда. Что некоторые секторы экономики, они процветают. Как онлайн-игры выросли, чтобы развлекать на удаленке людей. Например, антисептики выросли за три месяца на 21 тысяча процентов. Просто поэтому, конечно, сейчас надо понять, сделать анализ, переоценку. Что сейчас будет расти с учетом того, что произошло. И когда мы выйдем, что будет востребовано. Да, безусловно, отрасль космическая, она, как бы сказать, такая флагманская, она идет таким своим курсом. Но и внутри нее все равно будут такие определенные сателлиты, которые будут являться драйверами направления диджитализации. Конечно, это переоценку и анализ надо сделать. Следующий слайд. У инвесторов есть выражение, покупайте, когда на улицах кровь, даже если это кровь ваша. То есть инвесторы сейчас активно участвуют в сделке, когда получат интересные условия в виде ликвидационных преференций. То есть это опять же, то есть я здесь разговариваю о том, что нужна переоценка. Переоценка любой госкорпорации, любой организации, хоть малого, среднего бизнеса. Что оценка именно своей деятельности. Парадокс. Но я столкнулся, мы вот провели за эти два месяца порядка 50 вебинаров. То есть в день по 2-3 вебинара проводили мы. И я столкнулся с тем, что многие законы даже, которые были прекрасные законы до пандемии карантинных мероприятий, сейчас выглядят неактуально. Уж не говоря о бизнесах. И безусловно, вот переоценка активов своего бизнеса, она требуется и необходима сейчас. Насколько данный актив, подразделение, организация соответствует сегодняшним условиям. Онлайн-сообщением, удаленным видом работ. Может быть, некие активы перевести в непрофильные, реализовать, продать. То есть все, что связано с антикризисным управлением. Поэтому вот здесь очень часто можно оценить актив, перевести его в непрофильный, если он связан с режимом оффлайн. И продать некому инвестору, получив это деньги, вложить в другие, диджитализированные какие-то, более современные доходные проекты. Следующий слайд. Самые доходные портфели приходятся на времена глобальных кризисов. И это все прекрасно мы знаем. Во времена последней великой такой рецессии, 2007-2009, точнее 2008 годов, были основаны и получили свои первые инвестиции такие миллиардные компании, как WhatsApp, Slack, Squire, Strip и Uber, ну и многие другие. Инвесторы, которые вложились в эти стартапы, добавили тогда в свои портфели лучшие подоходности, как сейчас понимают они, компании последнего десятилетия, которые еще и изменили целая индустрия и мир, можно сказать так. И сегодня они смотрят в прошлое на макроэкономические циклы и волны технологических стартапов в попытке построить инвестиционную стратегию на сегодня и на завтра. И многие стартапы, которые были в 2009 году, в 2008-2007, которые считались некими такими не очень хорошими, скажем так, и которые, ну как Uber считалось, что не приспособлены, оказались драйверами экономики и целых отраслей. И сегодня мы видим, что те, может быть, которые считали химерами, проекты химеры, такие и нереально вот тормозившими, может быть, развитие, развитие некой глобализации, становятся наоборот драйверами. И надо посмотреть на них, так как однозначно в мире появился новый тренд протекционизм. А не глобализм. И в рамках протекционизма, конечно, поддержки отечественных, современных проектов однозначно будут развиваться вся отрасль мирового и наше отечественное народного хозяйства. Потому что, как мы видим, пандемия развивалась строго в логистических цепочках, цепочках поставщиков, денежных, финансовых. Сейчас намечился тренд, что после коронавируса будет, вот именно, я как и говорю, намечаться протекционизм бизнесов. Станет меньше глобальных игроков, способных покрыть рынки всего мира, и больше локальных игроков, решающих похожую проблему потребителей или клиентов на территории конкретного национального государства. Вот перед прям буквально карантинными мероприятиями мы посетили, предположим, БМВ, завод в торгово-промышленной палате, с руководством торгово-промышленной палаты Российской Федерации. И что я увидел? Я сам работал на конвейере в 88-м году на заводе в Советском Союзе. И я увидел, что вот принципы построения БМВ, как было в Советском Союзе. Что внутри медицинская часть, пожарная часть, какое-то культурное развлечение, комната отдыха, то есть все в одном флаконе, завод это целый мир. То есть они не ушли от глобализма и достигают прекрасных результатов. А мы, как носители, в общем-то, вот этого планового подхода экономики, это у нас в крови. И надо просто вспомнить, многие предприятия, и в частности в Роскосмосе, имеют этот принцип, который показал себя успешно. Я спросил, когда у вас началась роботизация? Мне ответили, в 88-м году. Я помню, когда я работал на заводе, первые станки ЧПУ, как раз это был 88-й год. Как раз был 88-й год. То есть мы начали примерно вместе. Принципы поэтому именно протекционизма, они прогрессивны, и они не отжили свое. Даже вот, например, я думаю, что американским инвесторам с их Кремниевой долиной недостаточно будет инвестировать в перспективный стартап в своей экосистеме в надежде, что они либо покроют другие, например, страны самостоятельно. Они однозначно будут искать локальных игроков во время экспансии. Кремниевая долина шла за новыми возможностями на новые рынки, инвестируя за пределами домашнего региона. А стартапы привлекли зарубежный капитал на развитие. Например, тенденция деглобализации, которая сегодня уже зародилась, и продолжит, я думаю, распространяться по миру. И в результате вот тех протекционистских настроений будут процветать именно локальные игроки. И поэтому инвестиции в проекты, пытающиеся перенести успешную модель, идею или модель с одного рынка на другую, они будут входить теперь во всеобщую стратегию организации и предприятий. И станет меньше глобальных игроков, способных покрыть рынки всего мира, и больше локальных игроков, решающую похожую проблему клиентов именно в одной стране. Вот я так думаю. Следующий слайд. Со сложностью трансграничных инвестиций с учетом санкций сталкиваются только представители российских проектов. И здесь большая, конечно, надежда на принятие в нашей стране закона о цифровых активах. К сожалению, вот закон о цифровых активах сейчас получил, на мой взгляд, я как директор Центра комитета цифровой экономики считаю, что не тот тренд. Появилась опять уголовная ответственность. А это, к сожалению, может привести отток технологий. Я считаю, сейчас наоборот, надо разрешать многие вещи. Но сообщество, вот сейчас и Госдума, и экспертные советы, и наш совет торгово-промышленной палаты заявил о том, что надо быть более лояльным к новым технологиям, и не надо ограничений. Потом легче. Их легче потом отсортировать через сит, чем сейчас. Следующий слайд. Инвесторы инвестируют именно туда, где они считают выгодно, где рост хороший. И именно по соображениям риска и доходности. В меньшей степени из-за политических факторов. Укажи стабильную хорошую доходность на российском новом проекте, и с инвестициями все будет в порядке. Следующий слайд. Отечественные инициативы, вот регуляторно замедляющие трафик иностранных сфер, скоро перестанут сказаться гикими. Это как раз, это будет часть, наверное, того протекционистского направления, которое сейчас зародилось. И подобные новые проекты появятся вот именно на руинах старого бизнеса или на выявленных несовершенствах текущих лидеров современной цифровизации, которые вдруг внезапно перешли от излюбимчиков маргиналов в ранних последствиях продукты без широких масс. И это станет трендом, я считаю. То есть вот те дикари, как считалось многие, мы вот ограничивали, замыкались. Но опять, как бы сказать, может быть, опять же принципами Советского Союза, когда было монопространство нашего лагеря, протекционистское. И во многом, вот либеральная часть власти, может быть, говорила о том, что нельзя нам этого делать, а наоборот надо открываться. Сейчас, наоборот, нам позволили решать именно многие вот те проблемы, связанные с пандемией, очень эффективно и быстро. Поэтому вот этот тренд, вот эти из сундука вынуть некий такой сюртук, который хорошо выглядит и который соответствует современному настоящему тренду, думаю, прекрасно будет адаптирован и развит и получит новую оболочку и развитие. Следующий слайд. Будут появляться новые проекты, которые после пандемии могут стать именно вот той нормой протекционизма. Вот, например, Китай 16 апреля ввел запрет на международные онлайн-игры и ограничения на глобальной сервис, чтобы контролировать общение с иностранцами онлайн и следить за навязанными другими странами образами. И многие глобальные, кстати, онлайн-игры вынуждены искать теперь, как в частности, новые решения. И такой тренд именно приведет к росту локальных игроков, например, и в Китае, и в других странах. Следующий слайд. Большое желание инвестировать по всему миру и возможность делать это. Это разные вещи. Например, вот 18 апреля, опять же, другая страна, Инди, внесла поправки в закон о международных прямых инвестициях и ограничила местным компаниям возможность привлекать новые деньги от иностранных инвесторов. И, возможно, это временное ограничение на период кризиса, чтобы ограничить поглощение, конечно, находящихся в непростой ситуации активных стран. Но это уже сильно влияет и на привлечение капитала индийскими компаниями. Но, может быть, это и будет просто дальше тренд. Следующий слайд. В ближайшее время будет рынок инвесторов, а не проектов. И не только в России, но и в мире. Но Россия здесь играет, или, скажем, имеет большее преимущество. Мы потому что жили под санкциями. Инвесторы не будут бегать за перспективными компаниями и делать презентации основателя. А так как мы жили под санкциями, мы уже сами опять можем искать какие-то механизмы и принципы выживания. И, соответственно, привлекать, опять же, может быть, надежда большая на закон ЦФА. Именно цифровые финансовые активы. Там токены. И токенами с помощью цифровых финансовых активов можно, конечно, обходить санкции, которые существуют. И локально использовать конкретно точно дисперсно какие-то проекты, которые тебя интересуют. Следующий слайд. В выигрышной ситуации находятся те, кто может быстро и без лишней бюрократии принимать нужные решения в нужное время. И здесь даже и госкорпорациям нужно вот именно смотреть на тренд мобильности. Может быть, разделять направления. Выделять, например, те отрасли, которые обеспечивают выручку. Те отрасли, которые проблемные. Следующие, например, выделять направления. Может быть, те тренды, которые перспективные, инновационные. И это разные тренды. Они не должны пересекаться в режиме работы, но должны быть в организации. И тогда это происходит даже самая большая организация, в частности, как госкорпорация. Быть очень мобильно и лояльно. Дальше. Следующий слайд. Деньги рулят. Но вопрос в том, как и куда их вложить. Три, например, стратегии я выделяю. В пострадавшие и подешевевшие бизнесы, которые выйдут из комы сразу после окончания карантина. Второй. В сектора экономики, которые сильно выиграли от пандемии, карантина и стремительно растут, еле справляясь с заказами клиентов или трафик. Например, как вот те, которые я, в пример, привел санитарные какие-то вот эти вещи. Или приберешь деньги на ту самую новую технологическую волну, новых проектов, которые скоро придет в ответ на новые реалии, запрос на новую эффективность. И потребность в решениях только что возникающих проблем мироустройства. Я рекомендую, конечно, деньги вкладывать, безусловно, в первые два, в пострадавшие и в сектора экономики, но ждать, безусловно, третью. Мои эти рекомендации, вот именно как человек, который является директором центра практик и прекрасно понимает акселерационно все эти моменты и развитие стартапов и новых проектов. Следующий слайд. Сейчас инвесторы берут проекты, которые не только чувствуют себя хорошо, но и прямо выиграют эту ситуацию, показывая рост выручки в несколько раз. Это те проекты, которые обеспечивают ежедневную потребность, не выходя из дома. Ну, например, опять, онлайн-развлечения, без которых мы уже заскучали на изоляцию. Онлайн-образование, различные сервисы доставки, вот как сейчас мы, например, по вебинару проводим, без которых сегодня просто не обойтись. Телемедицина, наконец-то получил даже законодательную поддержку, там, инструменты дистанционной работы, корпоративный софт и всякие программы автоматизации для компании стали нужны не только, например, визионерам, а любой серьезной корпорации. Или инвестиционные платформы, через которые можно вкладывать деньги, не выходя из дома и получать доходы в несколько раз выше, чем, например, на депозитах в банк, в пять раз. Ну, все это результаты, конечно, принудительной цифровизации во время изоляции. Следующий слайд. Сейчас даже привычные вещи, связанные с диджитал-сервисом, типа, например, Apple, Google, Zoom, на котором мы сейчас, показывают рост от 35 до 70%. Теперь этим пользуется массовый юзер. Но при большой выборке стали видны, конечно, большие проблемы. И доработка этих проблем, я считаю, это новый тренд развития бизнеса и диджитализации. Следующий слайд. Сейчас все жаждут возвращения к привычному образу жизни, кажется, все вернется назад. Но всемирная трансформация потребительских привычек и поведения необратима. Это не означает, что оффлайн-сервисов не будет вообще. Но пропорции, конечно, существенно, они изменятся в сторону диджитализации и онлайна. Следующий. На фоне сегодняшних изменений будут появляться новые решения в бизнесе. Они будут основаны на изменившихся привычках потребителей и будут менять сектора, которые еще не были готовы к цифровой трансформации. А также дополнят и улучшат те, которые испытывают сейчас наплыв новых пользователей и новых ранее непредвиденных проблем. Следующий. Новые тренды будут поддерживаться не только существуемыми игроками, но и такими, как инкубаторами, акселераторами. Бизнес-ангелами, ну и так далее. То есть, в общем-то, даже теми моментами и теми взаимодействиями, которые вот и в частности и у нас между Центром Компетенциям и Роскосмосом происходят, и онлайн-курсы образования, и акселераторы, акселерационные какие-то моменты, и стартапы, они все сейчас будут востребованы с точки зрения как неких лабораторий и потом приземление уже в практику, адаптация на конкретный бизнес. У меня все, дорогие коллеги, спасибо за внимание. Субтитры сделал DimaTorzok